Всем привет! Сегодня у нас немножко странный выпуск, потому что мы внезапно вещаем из офиса. Казалось бы, о чем снимать в офисе, но мы тут подумали, что есть одна тема, которую можем осветить мы только так. И тема это дороги. Часто встречаются такие разговоры с нашими друзьями, особенно которые живут в России, про то, что вот вы живете в Европе, у вас все двери открыты, садитесь в машину, точнее все границы открыты. Садитесь в машину, едьте куда хотите, путешествуйте по любым странам Евросоюза, но все не так просто. Дело тут даже не в каких-то ментальных ограничениях, а в том, что все стоит денег. И как известно, те, кто хоть раз путешествовали по Европе, они прекрасно знают, что автобаны, тоннели, мосты, они стоят денег. И порой это все складывается в такую очень приличную сумму, которую вы лыжите вот так котлеты не всегда получать, особенно если у вас ограниченный бюджет, и вы делаете тур, как это называется? Тур де бомж. Лоу-баджет тур. Эконом. Лоу-баджет тур, я как это говорю. Мы опытные автопутешественники, у нас уже за спиной, я не знаю, сколько тысяч километров накатанных по Европе, потому что мы ездили в Турцию на машине. Из Мюнхена это двушка в одну сторону, и двушка в другую сторону. Крайняя точка в Испании была Валенсия, тоже мы из Мюнхена ездили туда-обратно, такой у нас был очень насыщенный тур, но это было еще до того, как мы поняли, что мы хотим что-то снимать, поэтому ничего не осталось об этой поездке, кроме наших прекрасных воспоминаний. Последняя поездка у нас была в Словению, и мы как раз задумались о том, что нужно бы фиксировать свои расходы, потому что, ну, кризис, да, все было записано, все было зафиксировано, и мы поняли, что все трассы Европы, они имеют свои особенности. И хотелось бы просто рассказать сейчас поподробнее об этом. А если быть конкретнее, то как из Мюнхена добраться до разных точек мира? Сегодня у нас будет первая такая пробная часть, где мы расскажем, как добраться из Мюнхена, из Мюнхена, из Мюнхена, из Германии через Австрию до Словении. Вот буквально недавно прошло наше путешествие в Словению, мы ездили на озеро Блед кататься на велосипедах, причем велосипеды мы везли с собой из Мюнхена, и у нас они были установлены на крышу, а это наш первый тест-драйв вот этих вот автомобильных креплений для велосипедов, и мы, если честно, очень переживали за судьбу наших великов, потому что серпантины это такое себе удовольствие для всего вот этого вот радости. Эта поездка, она в том числе была и тест-драйвом для вот этих вот, собственно, креплений. И, честно скажу, мы не закрывали люк всю дорогу, каждое дуновение ветра и движение велосипеда, оно встречалось моим там чуть ли не инфарктом, но было очень страшно. Первый отрезок пути у нас был из Мюнхена до озера Блед, он лежал как раз через город Зальцбург, и вот составлял, в общем, 360 примерно километров. Те, кто часто ездят, особенно путешествуют в этом ареале, они прекрасно знают, что вот эта вот трасса от Мюнхена до Зальцбурга, есть некий промежуток, примерно, да, условно, рядом с городком Иршенберг, и она бешеная. Она просто адская. И вот по статистике там происходит самое большое количество аварий, и дорога как раз идет через холмы вот так и вот так. Это как-то странно можно показать. Автофристайл получается. Там туманы, там фуры летят, кстати, там всегда снег позже всего тает. Именно в этом отрезке пути, потому что периодически вообще вот на трассах, особенно вот в предгорном ареале, в горном, встречаются вот какие-то мистические отрезки пути, которые внезапно у них свой климат. У нас уже есть намеченные дороги, которые мы там условно называем, там, дорога троллей, например, да, когда вы въезжаете, понимаете, что все, резко налетела туча, сейчас начнется ураган, все, дорога троллей, здравствуйте. Если вы за рулем, если вы водитель, если вы неопытный водитель, то это немножко напряжный кусок, мы как бы о нем сразу предупреждаем. Ну, не нужно бояться ничего. Да нет, конечно, чего бояться, но если вы как-то получили права, значит, вы уже опытный водитель. Весь остальной путь, он проходит, мне кажется, абсолютно спокойно, потому что автобаны, они есть автобаны, это хорошая дорога, это платная дорога. Возвращаясь к вопросу про то, что вы можете путешествовать где угодно, у вас открыты все границы, все дороги, да, но страны делятся на два типа. Первый тип – это страны, которые продают винетки для того, чтобы вы имели возможность проехать через их территорию. Второй тип платных дорог – это как раз, когда стоят автоматы на дороге, где вы платите по количеству километров, которые вы использовали, например. От города А до города Б это стоит столько-то, от города Б до города В это стоит столько-то. Вот, а если вы хотите проехать от города А до города В, то как бы сумма удваивается. Что касается дороги на Словению, то нам, с одной стороны, повезло, вот этого сумасшествия нет с постоянной оплатой, но вам нужно купить две винетки. Первая – это австрийская, вторая – это славянская. Они покупаются, кстати, на заправках абсолютно спокойно, начиная там от 100 километров, наверное, до границы. Почти 50 километров. А вообще, они различаются, их стоимость на разных заправках или нет? Нет, сюда одна. То есть, одна и та же цена. Австрийская винетка на 10 дней стоит 9,40, ну, грубо говоря, 10 евро. Есть еще, кстати, австрийская винетка на год, там, на 2020, да, это было 90 евро, по-моему, если я не ошибаюсь. Словенская винетка на 7 дней стоит 15 евро. Планируйте свое путешествие так, чтобы уложиться в эти 7 дней, если вы не хотите переплачивать дополнительные 15 евро, чтобы вам вернуться домой. Была такая история, очень забавная, в Болгарии, да? Да? Мы ехали через Болгарию транзитом. Получилось так, что мы просрочили винетку на один день. Вчера она из стекла, а сегодня вот мы стоим на границе. Подошла таможенница, которая там рандомно проверяла, в общем, какие-то машины. Подходит к нашей, спрашивает, там, вот, можно там открыть багажник, тра-та-та-та-та-та. И посмотрела на винетку и заметила, что она уже из стекла. И попросила документы. Когда она увидела русский паспорт, она просто обалдела. Сказала, боже, вы на машине приехали сюда. Граница-то с Македонией была. И она была в шоке вообще, что мы тут забыли с русским паспортом на границе в Македоне. И она простила нам. Сказала, ладно, вы, типа, лежать себе спокойно или нет. Если есть вопрос по поводу того, одноразовая ливенетка, я скажу, безусловно. Она одноразовая. Нельзя ее налепить, снять, там, дать другу погонять, потом опять себе налепить. Она специально сделана так, что у нее, когда вы ее снимаете, то у нее вот этот вот клейкий слой, он ее разрывает на части. И, кстати, есть хитрецы, которые эти винетки очень изощренными способами, они их превращают в многоразовые. Но это, кстати, преследуется по закону, и если вас с такой винеткой заметят, вы нарветесь на большие проблемы. Да нет. Не на большие проблемы. Ты заплатишь двое больше, чем стандартный штраф. На маленькие проблемы. А если у тебя есть винетка, которая действует, но не наклеена, и ты ее показываешь, тогда в два раза больше платишь. А если ты говоришь, что я ее забыл купить, тогда как просроченную платишь. Самое интересное, что в Европе осталось очень мало стран, которые не вводят в систему платных дорог. В том числе и Германия. Нидерланды тоже не вводят, но вы понимаете, да, какой поток машин идет через Германию, и какой поток машин идет через Нидерланды, совсем маленький. Германия, она неоднократно уже пыталась запустить эту тему в обсуждение, что вот, пора бы и у нас тоже сделать платные дороги, но внезапно другие государства Евросоюза, они взбунтовались и подали на Германию в суд. Казалось бы, это невозможно, чтобы другие государства вмешивались в дела другой страны, но факт остается фактом. В Германии все еще бесплатные дороги. С идеальным асфальтом, лучшего асфальта еще нами не было замечено нигде. Потому что в Австрии там постоянно какие-то мистические ремонтные работы. Непонятно. Постоянно перекрыто. Вы платите за автобан, постоянно он перекрыт. Какие-то полосы, я имею в виду, да, постоянно стоят эти светофоры строительные, которые пропускают какими-то маленькими группами. Но не видно рабочих, не видно техники, не видно транспорта. Такое ощущение, как будто они специально тасуют людей, чтобы была там именно такая проходимость, какая им нужна. Хотелось бы сказать, что ни одной винеткой они сыты, потому что там же горная местность, а, соответственно, для того, чтобы проложить автобан, скоростную трассу, нужно пробить тоннели и построить мосты. Конкретно до Словении преградой являются два тоннеля. Первый называется Тауэрн-туннель, и он, конечно же, платный. Следующий тоннель называется Караванкин, и он стоит 7,50. Причем Караванкин, он один из самых длинных, по-моему, тоннелей, да? Не думайте, что 12,50 и 7,50 это все общая сумма, да, того, сколько это стоит. Еще вам же обратно ехать. То есть туда 12,50 и обратно 12,50, туда 7,50 и обратно 7,50. С учетом вообще всех тоннелей, винеток, получается 65 евро. Просто на дорогу. Не считая бензина, то вы просто платите за дорогу. Вот много-мало это. Каждый решает сам. Но можно сломать систему, можно их объехать. Это, конечно, занимает время. Вот, например, Тауэр-эн-туннель, его объехать можно через адскую горку. Я помню, мы когда через нее переезжали, там высота была сумасшедшая. Там горнолыжные курорты уже начались, там люди катались на лыжах. А мы такие, что? Апрель месяц, откуда тут такие сугробища здоровенные? Когда объезжали этот тоннель, там нам на пути встретилась какой-то питомник оленей. Я помню, что мы подходим к этому питомнику оленей, я там рассматриваю, думаю, боже, какие они красивые. И там пруд. И около пруда этого я стою, поворачиваю голову и смотрю, что ко мне, вот прям близко практически к ноге, подошла крыса вот такого размера. И я смотрю, у нее зубы красного цвета и думаю, ну все, сейчас нам хана, нас просто сейчас это создание сожрет и не подавится. А потом оказалось, что это не крыса, это нутрия, она вполне себе миролюбивая. Второй тоннель, Караванкин, особенность его не только в том, что он один из самых длинных как раз на альпийской местности, а в том, что вы в тоннель въезжаете на территорию Австрии, а вы езжаете из него и вы уже в Словении. Такое чудо телепортации происходит. Все, что касается наших приключений в Словении, у нас есть прекрасные два выпуска. Первая это про Блед, где мы с велосипедами гордые, мокрые, уставшие, но и счастливые объездили и Треглавский национальный парк, и озеро Блед в том числе, и ущелье Вендгар у нас было в копилке. Вот вторая часть, она уже такая более лайтовая, где мы просто чилим, отдыхаем в Любляне. Потому что там мы попали на мальчишек, абсолютно случайно, славянских ребят каких-то совершенно отбитых, которые начали нас поить алкоголем. Да, это долгая история. Ну, все, что касается Словении, мне кажется, там просто и понятно, потому что основные какие-то логистические точки, они там простые. Ну, куда вы можете поехать? Ну, в Любляну можете поехать. Там указателей просто миллион. В общем, Блед находится настолько близко к Любляне, что мы даже вечером абсолютно спокойно ехали в гости к друзьям на ужин и возвращались в этот же день, в этот же вечер, даже можно так сказать обратно. Там между ними где-то 50 километров примерно. Там практически по прямой вы едете, и поэтому они очень быстро преодолеваются. 20 минут, наверное. Очень живописная дорога, и там как раз какой-то горный массив встречается между Любляной и Бледом. В Любляне встретился очень интересный человек на нашем пути, парнишка, у которого мы снимали квартиру. И разговаривали мы про дорогу, про трассу и вот про Караванкина конкретно. И он такой, а почему вы ездите через Караванкин? Там идет вполне себе приятное шоссе, где вам не нужно платить ни за автобаны, ни за сам тоннель. Вы можете объехать, там красивая горная местность, там прям еще национальный парк. Можете заехать, посмотреть, там русская часовня есть очень красивая. Вот вам все явки, пароли, как это сделать, и мы такие, о, классно, попробуем, попробуем что-то новое. И сейчас краткий курс для тех, кому тоже интересно, как можно объехать этот Караванкин. Сейчас мы со стороны Словении. Из Любляны вы едете вот как раз в сторону Бледа, сворачиваете на Есенице, и дальше по указателям едете на Крайнской горы. И там недалеко от Крайнской горы есть городок, называется Подкорень. От него вот уже идет дорога в Австрию. Мы поехали туда, решили, что нас еще, в принципе, много времени. До Есеница добрались легко, до Крайнской горы добрались тоже легко, и там у нас была такая небольшая развилка. Мы решили, что у нас еще очень много времени впереди, и зачем мы поедем сразу домой, если мы можем поехать от Крайнской горы до перевала Выршич и посмотреть на русскую православную часовню. Нам сказали, там очень хорошая простая дорога, едьте. А у нас, на секундочку, два велосипеда на крыше и полностью забитый багажник с сумками. Свернули на этот перевал, а там серпантин в сия Словении. Такое ощущение, как будто тот Треглавский парк, который мы видели рядом с Бледом, это было просто какой-то детский сад того, что мы увидели по дороге на Выршич. Горы, уходящие в небо, невероятные красоты пейзажи, поля, луга, все такое опасное. А еще ливень сумасшедший на улице. Дождь стеной стоит, мы с этими велосипедами. Едем где-то по серпантину, где-то там на этом перевале. Непонятно вообще, что там дальше. Интернет, по-моему, не ловил в то время. Добрались мы до церквушки. Я не нашла в себе силы просто выходить на этот дождь адский. Я представила, что сейчас я вся промокну, а потом буду сидеть опять мокрой. Нам еще до дома ехать несколько часов. Лайфхак есть. Какой? Зонт. И дорога, она от этой часовни, она идет, идет, идет. Если потом по карте смотреть, то она идет с серпантинами, так же вьется бесконечно и уходит она куда-то в Италию. Я, кстати, не знаю, насколько популярны в туристическом мире вот эти места, потому что мы видели там повороты на кемпинге. Мы видели там какую-то местность, где много озер, там даже какой-то водопадик был небольшой, где находится статуя козла, около воды практически. Озеро Ясно находится там как раз, где вот эта статуя козла. В нормальный туристический сезон. Насколько популярно это место? Потому что когда мы приехали туда, там была пустота. Классное место. Прям энергетически оно наполняет горы. Они, в принципе, обладают такой способностью, они энергетически наполняют тебя. Возвращаясь, в общем, от такого чего-то высокого к повседневному, как мы пытались сэкономить 7,50, объезжая этот несчастный караван. То есть два кофе. То есть я не могу сказать, что мы прям жмоты какие-то адские. Мы просто хотели посмотреть местность. Ну и на всякий случай, конечно, если вдруг действительно пригодятся эти знания, то нести их в мир. Поехали мы дальше на Подкорине. Там началось, наверное, самое интересное, потому что там начался опять горный серпантин. Вот под таким наклоном. А у нас на крыше велосипеды. И один велосипед целиком там стоял. За колесо, за переднее его держало, это крепление. Ой, хорошо, что я заснула. Переживать вот этот вот нервяк, связанный с тем, отвалится ли велик или не отвалится, я просто не смогла. Поэтому я проснулась, когда уже мы выехали на более-менее ровное плато. И, кстати, там стоит танк со времен Второй мировой, да, по-моему? Т-34. Т-34. Ну, он такой чистенький, отреставрированный. Опять же, та же самая погода была, где невероятно красивое небо, невероятно красивое освещение. И ты едешь и наслаждаешься. Едешь и наслаждаешься. И едешь и наслаждаешься. И вот так вот с наслаждением ты доезжаешь до Германии, а в Германии уже снова идеальные автобаны, и ты просто долетаешь пуле до дома. Я надеюсь, что это видео было кому-то полезно, возможно, тем, кто планирует путешествие. Или вы просто любите смотреть на дороге. И если на вашем пути встречается какой-то тоннель, знайте, всегда есть возможность его объехать. Субтитры сделал DimaTorzok